Взгляните на фотографии Кутузовской избы вблизи Москвы. Кажется все в порядке? Или все-таки замечаете что-то странное? Вот только подумайте, чтобы у маршала Жукова вдруг в кабинете висел портрет Гитлера. На самом деле странностей войны 1812 года намного больше. Но что, если подробно рассмотреть важные аспекты военных событий 1812 года? Неожиданные загадки и странные моменты унесли свои отпечатки в историю, оставив множество вопросов без ответов. В этом видео мы рассмотрим более десятка загадочных явлений той эпохи. Попытаемся разгадать тайны войны и разгадать мифы, которые окружают события 1812 года. Если вам интересная история, досмотрите ролик до конца. Обещаем вам увлекательное путешествие в прошлое. Одним из моментов, оставший неизгладимый след в памяти, связан с ферсусским генералом Сигюром. Его взгляд, направленный в окно, фиксировал, как крепкие стены Китая города рушатся от огня. Мы рассмотрим детали этого происшествия и проанализируем слова самого графа Сигюра, который описывал события, как страшную катастрофу, порочащую обе армии. Однако, не все так просто, и в истории есть темные стороны, которые мы рассмотрим далее в этом видео. Еще одним важным аспектом станет обсуждение роли генерала-губернатора Москвы Ростопчина в событиях того времени. Миф о его причастности к поджогу Москвы рассеется, когда мы рассмотрим его реальные цели и мотивации в сохранении города. Ростопчинс может рассказать свою версию событий в виде сочинения «Правды о пожаре Москвы», где он предоставит убдительные аргументы в свою защиту. Будучи погруженным в исторические детали, мы узнаем о тайнах и загадках Великой войны 1812 года, которые до сих пор привлекают внимание исследователей. Разгадаем исторические загадки вместе. Воспоминания истории войны 1812 года открывают перед нами таинственные странички, оставив множество неразгаданных тайн. В свете признаний фресурских пленных стоимость их 30-дневного пребывания в Москве была огромной – 30 тысяч человек. Это число сопоставимо с потерями Наприоновской армии при Бородинской битве. В то время, как население города всего оценивалось 200 тысяч человек. Что на самом деле случилось в Москве? Возможно, это был не просто пожар. Очевидцы описывают, как русские и французы, потрясенные происшествием, блуждали по городу. Подобно лунатикам, согреваясь в общих костров, интересно, что странные огнешары парили над городом. Отчеты офицеров, собранные со всех сторон, совпадает. Огненный шар сначала опускался над дворцом князя Тубинского, поджигая его, и затем другие дома самовзрываются, оставляя лишь руины. Почему камень, казалось бы, не горючий, внезапно обретает способность поджигать? Почему после пожара в Москве несколько дней льет дождь? С трудом объяснимо также высокое количество погибших. По сравнению с пожаром 1937 года, когда выгорело несколько тысяч деревянных домов и погибло всего 94, человека цифры в 30 тысяч выглядят безумно. Видимо, этот пожар был необычным, словно одной из загадок этой странной войны. Странной, потому что Наполеону не было логики в нападении на Россию. Стратегическим врагом Франции была всегда Великобритания. Зачем великий полководец, любимец нации, ввязался в этот загадочный конфликт? Предлагаем вместе исследовать тайные загадки Великой войны 1812 года, где огонь, лунатизм и огненные шары играют свою загадочную роль. Историки остаются в недоумении, пытаясь рассказать тайны Наполеоновской войны. Вопросы множатся. Почему опытный полководец, покоривший Европу, направляется к Москве, игнорируя ближайший и менее защищенный город Санкт-Петербург? Каким образом Бонапарт ожидал встретиться с московскими боярами на Поклонной горе, когда они, согласно истории, уже вышли из обихода? Почему исследователи придерживаются мифа о деревянной Москве, несмотря на указ Петра I и последующие запреты на деревянные строения, особенно в центре города? Странности продолжаются. Во время войны 1812 года произошло 67 крестьянских восстаний в 32 убернях, подавляемых армией Романовых. Это вызывает вопрос о реальной динамике внутренних конфликтов того времени. Но это лишь начало. Множество информации о войне основано на письменных источниках, которые могут быть подвергнуты сомнению, но существуют более надежные материальные свидетельства, такие как памятники. Здесь начинается что-то, что выходит за рамки обычного. Представляем дополнительные загадки и парадоксы Великой исторической битвы. Первый момент, который привлекает внимание, это памятник погибших французским воинам, установленный в 1912 году на месте Шавардинского редута по просьбе Франции. Тогдашний царский дом Романовых удовлетворил просьбу и воздвиг стену с французским одноглавым орлом. Этот факт демонстрирует русское милосердие, возможно. Второй момент, памятник Кутузову Михаилу Илларионовичу. Несмотря на официальность и государственное значение, Стелла увенчает французский орел, а не российский, двуглавый. Схожий памятник с французским орлом стоит в белорусском городе Кабрини. Третий момент, представлен монументом в деревне Тарутино, установленном на месте гибели Барклая-де-Толь. Несмотря на наличие двуглавого орла в гербе-де-Толе, памятник украшает одноглавый французский орел. Четвертый момент, вызывает удивление. Памятный знак у переправов французов через реку Студенки. На нем изображен два императора, Александр и Наполеон. Этот памятник поднимает вопросы о том, что именно они передавали потомкам, победу обоих императоров или иное. Пятый, привлекающее внимание, касается памятника освободителям в Смоленске, увенчатого французским орлом. Удивительно, что на карте России, изображенной на этом памятнике, границы страны не достигают Урала на востоке. Это вызывает вопрос о том, была ли власть тот момент в курсе географии государства. Шестой аспект связан с печатными источниками того времени. Известен случай, когда альбом с изображением участников войны, выпущенный в Санкт-Петербурге, в 1813 году был напечатан на французском языке. То есть, по факту, когда русские армии даже домой из Франции не вернулись. Еще манифест о начале войны, выпущенный императором Александром, в котором он обращается к своей армии, также напечатан на французском. Есть и царские указы 1813 года, также напечатаны на французском, то есть на языке агрессора. И тут задумываешься, случайно ли так похожи были мундиры в этих двух армиях. Некоторые утверждают, что сохранились письма Наполеона Александру I, в котором он обсуждает цвет обмундирования и практически договорились о едином зеленом свете. Это зачем же воюющим армиям обговаривать различия военной формы? Да, и кстати, знаменитый Денис Давыдов в своих воспоминаниях пишет, что во время партизанских рейдов его отряды столкнулись с проблемой, которая заключалась в том, что крестьяне принимали их за французов и бросались в атаку. Так что пришлось переодеться в другую, более привычную для простого людо русскую одежду. Седьмой аспект касается юбилейного артефакта, выпущенного в 1912 году. Вопрос здесь заключается в том, могут ли на этом объекте быть выявлены следы конфликта между двумя монархами. Восьмой аспект ведет нас к медали, хранящейся во французской национальной библиотеке, посвященной взятию Наполеона Москвы. Понаблюдайте за куполами церквей на медали и подумайте, возможно ли, что на куполах не существует христианских крестов? Это вводит нас в вопрос о вероисповедании Москвы до того времени. Изображение на медали посвящается Бородинской битве. Столь же необычно, воины в римской одежде, представленные в стройчатом образе, заставляют нас размышлять о возможной участии третьей стороны в этой войне. Девятый аспект обращает внимание на памятный кубок, посвященный столетию войны. Здесь мы обнаруживаем что-то странное. На выставке в Санкт-Петербурге в 1912 году представлены портреты императора Александра и Наполеона. Кубки с их изображением, духи, посвященные Наполеону и множество других предметов, где отмечены героические моменты французской армии в России в 1812 году. Возникает вопрос, почему был сделан столь необычный акцент? Может ли такое сравнение императоров вызывать удивление? Аналогичные выставки с портретом Сталина и Гитлера в честь юбилея Великой Отечественной войны. Десятый аспект. Затрагивает картину, где Александр представляет Наполеону казаков, башкиров и калмыков. Однако, почему Александр и Наполеон изображены на одной стороне, а люди, похожие на бояр, на другой? Почему они не снимают головных уборов при виде предполагаемого начальства? Вероятно, справа изображены те самые бояре, которые управляли территорией, привлекающие внимание Наполеона и Александра. Одиннадцатый. Иностранные ордена Кутузова, Парклай-де-Толли. А это французские, прусские и австрийские ордена. Напоминаю, что Пруссия и Астрия, согласно официальной версии, воевали за Наполеона. Тогда почему же мы видим все эти ордена на груди у Барклай-де-Толли и тем более Кутузова? Получается, они не постыдились надеть их для парадов и портретов. Возможно ли, что все эти русские военачальники давали клятву верности прусскому королю? Так как же они могли пойти против Пруссии? Двенадцатый. Если Александр и Наполеон воевали на одной стороне, то против кого они воевали? Что за изображение бородатых воинов с изогнутыми саблями, копьями и луками? Воины с копьями, луками и стрелами в девятнадцатом веке? А вот тут написано, что это башкиры и казаки. Получается, до этого, столетнего юбилея, война 1812 года нигде и никем отечество не называлось. Дополнительные вопросы в адрес историков открывают новые аспекты для рассмотрения. Огни оказались десятки телег с золотом, вывезенные из Москвы, но так и не прибывшие официально в какой-либо город мира. Почему русские войска в Париже вели себя настолько мягко, отказавшись от контрибуции, репараций и других трофеев, как это часто бывает у победителей? Интерес вызывает также факт, что граф Воронцов выплатил французским кредиторам полтора миллиона тогдашних рублей, которые были задолжены российскими офицерами и солдатами. Это примерно 30 тонн серебряных монетов. Возникает вопрос, не ставили ли победителей еще и заваливать побежденных деньгами. Особенность элиты того времени была владения французским языком, что понимает вопрос о том, почему русская элита до войны с Наполеоном так активно использовал французский язык. Многие дворяне владели французским лучше, чем русские. Исследование также указывает на то, что царь Александр получил от Англии миллион двести пятьдесят тысяч фунтов стейлингов за сто тысяч русских солдат, отправленных на войны Европы с 1805 года. Этот факт поднимает вопрос о том, с кем и против кого воевала Россия на территории в течение этой войны. Интересно отметить, что на картах, выпущенных до 1812 года, можно увидеть государство под названием Тартария, включая такую область, как Московская Тартария. После войны эта территория, казалось бы, исчезает из карт. Возможное объяснение этому заключается в том, что до войны в Евразии существовало огромное государство Тартария, объединившее множество территорий и народов. В начале 17 века династия Романовых ориентировалась на запад, приходит к власти. Но в середину 18 века она прерывается из-за отсутствия наследников. По династийному сговору к власти приходит дом Кельштейн-Гатторпо, связанный родством с монархией дома Европы. Эти монархи стремлятся установить контроль на территории Тартарии, но для этого им нужна военная сила. Формирование армии вторжения, которую возглавлял Наполеон, может быть интерпретировано как попытка Романовых укупить свой контроль и принудить Тартарию отступить от своих земель. Захват Москвы, возможно, являлся частью этой стратегии. Это, в свою очередь, может быть связано с массовыми народными восстаниями, включая Пугачевский бунт, как проявление скрытой войны за власть и территорию. Но это уже немножко другая история. И вот такое вот вышло видео. Благодарю вас за просмотр. Буду рад, если ты поддержишь меня и этот ролик, поделишься им с друзьями. Ведь это позволит большинству людей осознать реальность происходящего. Подписывайся на канал, ставь палец вверх. Еще раз спасибо и до новых встреч.